Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» – это команда профессионалов, которые помогут вам выбрать отличные запчасти, которые мы возим со своих разборок из Европы и Великобритании. Поэтому у нас сладкие цены, быстрая доставка и отличный сервис. Наступила осень, и мы решили разнообразить и усилить наш контент по коробкам. Итак, встречаем механическая коробка F23 от Opel. Механическая коробка переключения передач F23 была создана компанией «Геттрак» для автомобилей концерна GM и устанавливалась с 1998 года. Она устанавливалась на 10 автомобилей Opel от Astra G и H, Combo C, Corsa C, Vectra B, C, а также Zafira и Signum. Устанавливалась в паре с бензиновыми двигателями 2.0 и 2.6, а также с дизельными двигателями объемом 1.7, 2.0 и 2.2 литра. Конструктивная коробка F23 – трехвальная 5-ступенчатая, оснащена тросовым приводом переключения передач, а также выжимной подшипник с гидровыжимом. Прямо сейчас мы разберем коробку F23 с Opel Zafira A2.0 DTI. Кстати, в нашем каталоге очень много таких коробок, поэтому заходим на наш сайт и выбираем. Для коробки F23 предусмотрено три основных модификации. Для турбодизельных автомобилей это модификация F23WR, для бензиновых двигателей F23SR и для турбобензиновых двигателей F23SRT. Версия для турбодизельных двигателей отличается расширенными передаточными числами, а вот у бензиновых двигателей более узкий передаточный диапазон. Конкретная модификация коробки зашифрована в коде, который нанесен на корпус МКПП. Из этого кода можно узнать, для какого мотора сделана эта коробка, а также передаточное число главной передачи. Но в данном случае код у нас отвалился. Коробка F23 надежная и продуманная, но внимание все-таки требует механизм выбора передач и ее кулиса. Плохое включение передач, а именно сильное заедание и сильный люфт самого рычага КПП – это распространенная проблема коробки F23. А в этом виновата не сама коробка, а износ пластиковой обоймы и втулки кулисы МКПП. В этом случае кулиса отлично чинится предлагаемым на рынке ремкомплектом. Если рычаг не люфтит, а передачи обычно первая и вторая включаются с трудом либо вообще не включаются, то надо смотреть механизм включения передач. Так называемый вертолет закисает, загрязняется, а также изнашивается вот эта пластиковая втулка. Кстати, у нас эта пластиковая втулка в огне. Вертолет тоже поддается восстановлению и ремонту. Шум коробки на нейтрале, который исчезает при выжиме сцепления, это проблема, характерная для многих МКПП. Проблема в износе подшипников первичного вала. Компания GEM в своем лице признала две проблемы, которые случаются с коробкой F23 для североамериканского рынка. Первая проблема – это шум при резком левом развороте. Для того, чтобы избавиться от этого шума, рекомендуется заливать в эту коробку дополнительный объем трансмиссионного масла. Стандартно в коробку F23 заливается 1 литр 750 миллилитров трансмиссионной жидкости. Инженеры рекомендуют заливать 2,5 литра. Эта жидкость должна заливаться заглушенным контрольным отверстием. Если такая дозаправка не помогала, то инженеры предложили второй способ решения данной проблемы – установка двухволновых пружин в синхронизаторы третьей и четвертой передачи. Коробка, в общем, надежная. Большим спросом на разборках не пользуется, а вот кулисы к ней очень даже разбирают. Поэтому у нас закончились. Скоро приедут. Сейчас мы начинаем нашу разборку трехвальной коробки F23. Зовем Пашу и приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Командная работа. Проще всего судить о состоянии коробки по вот этому магниту, который собирает всю стружку. В данном случае ежик у нас не сильно волосатый. Стружки здесь минимальны. И визуально по состоянию мы смотрим, что у нас коробочка огонь. Этот роликовый подшипник первичного вала. Вот это роликовый подшипник вторичного вала. По состоянию они практически идеальные. Никакого износа. Это дифференциал коробки F23. Вот это сателлиты. Это шестерни полуосей. По состоянию мы смотрим, что огонь. Убить его на этой коробке нереально. Ну вот как бы все. Разборка закончена. Коробку разобрали. Шутка. Чтобы достать вот эти два вторичных вала, которые запрессованы в корпус коробки, мы воспользуемся прессом. Давайте сейчас подойдем и посмотрим, как Паша не хочет идти на прессу. Павлик. Трехвальные коробки придумали для компактности. На первичном валу мы видим пять шестерен передач переднего хода. И соответственно здесь мы видим три вилки переключения передач. Коробка очень надежная и у нас по состоянию вообще никаких нареканий нет. Вот такая небольшая разборка у нас сегодня получилась. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео. Мы читаем каждый ваш комментарий и по возможности отвечаем. Заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».